Продолжение следует... В самом конце я об этом также скажу. Но давайте мы сегодня пройдемся по нашим рабочим моментам, по той информации, которую вы сейчас задаете, чтобы всем было понятно. Коллеги, у нас с нового этапа, у нас с нового месяца, с июня уже сейчас пришли новые лидеры. Давайте мы их поприветствуем. У нас сейчас новый лидер из Кыргызстана Алексей Васильев, у нас новые активисты, лидеры Андрей Коробко Крым, Татарстан Алексей Романов, я надеюсь, тоже здесь на площадке, Молдавия Светлана Виноградова. У нас новый региональный лидер Игорь Хальзов, хотя у меня язык не поворачивается, говорит, что это новый лидер, это замечательный лидер, которого все знают. Поэтому, коллеги, супер! Новый этап у нас знаменуется тем, что сейчас буквально с каждым этапом, с каждым новым месяцем у нас приходят новые лидеры. И вы видите, вот десятый пункт, 64 страны-инвесторов, наших партнеров. На сегодняшний момент уже есть другая цифра, это 71 страна, 71 регион. Коллеги, это говорит о том, что мы постоянно расширяемся. Поэтому, завершая наш этап, как вы видите, у нас за май очень хороший результат. Мы манифестировали, мы планировали 1 200 000, 1 500 000, вышло 1 300 000, поэтому это хороший результат. Я очень благодарю всех вас, всех нас, всех вместе, потому что мы идем как единая команда. И хочу сакцентировать ваше внимание на том, что сейчас самый ответственный этап. Вот июнь-октябрь, это просто вот стратегически. Вы видите, у нас с каждым месяцем будет 4 месяца, 3 месяца, 2 и так далее, залетаем. Поэтому, коллеги, так и есть. Очень важные месяцы. Никаких летних проседаний, как говорится, размякиваний или расслаблений. Мы начинаем новый этап, мы начинаем работу с новыми людьми. Приглашайте новых людей, приглашайте ключевых людей, новых лидеров. Открываем новые страны. Сейчас мы более детально по пунктам поговорим о тех условиях, которые сейчас у нас с нового этапа будут для всех региональных лидеров. Они особенно мало чем отличаются от предыдущих. Но так как у нас пришло очень много лидеров, у нас сейчас будет небольшая перестановка региональных лидеров. В конце я покажу все данные. И, возможно, мы даже с кем-то будем расставаться, а кто-то будет приходить на их смену, либо будет кто-то подтягиваться. Но, коллеги, сейчас наступил тот этап, когда просто некогда расслабляться. Нам нужно двигаться дальше. И у нас очень лояльные требования, на мой взгляд. И мы еще раз их всех проговорим для того, чтобы мы все как единое звено, как единая команда шли в единой стратегии. И у всех было понимание, что от них требуется. Небольшие напоминания здесь, вот 11 пунктов, относительно 18 числа. У нас выступает вся команда. Обязательно присутствуйте на этом мероприятии. Вы знаете, сейчас такой очень мощный поток. Буквально, вы понимаете, да, если что-то пропускается, просто нет времени уже заходить и слушать записи. Поэтому составляйте свои планы, составляйте свои рабочие графики так, чтобы вы успевали на самые важные мероприятия информационные. Были в курсе для того, чтобы передать уже своим группам, своим командам. Уже про итоги конкурса мы сейчас останавливаться не будем. Буквально через несколько дней, через неделю, через полторы мы встречаемся на Кипре с командой. Сейчас это ориентировочно более 30 человек, кто поедет. Возможно, еще будут подключаться. Но на сегодняшний момент у нас практически 38 человек. Это кто практически почти выполнил конкурс. 17-18 человек на сегодняшний момент это уже точные претенденты. Мы смотрим, кто поедет. Но также могут подсоединиться и все остальные. Здесь есть e-mail, по которому вы можете связаться с Натальей Эрдман. И она вам полностью просто даст всю информацию. Самым важным моментом у нас на сегодняшней информации является, что с завтрашнего дня начинается у нас новый этап. Новый этап – это значит новые условия. И для нас это новая ответственность, это новые программы, новые пакеты. IT-отдел и вся команда, которая занимается личным кабинетом, работает постоянно, не покладая рук. Я надеюсь, мы уже со следующей недели увидим новый личный кабинет. Поэтому, коллеги, без всякой суеты, помогите своим коллегам, своим партнерам, своим группам разобраться внутри. Не всегда это получается в связи, может быть, с незнанием языка и так далее. Поэтому помогите, пожалуйста, просмотрите сами, где какие входы, где что нужно вам самим изучить для того, чтобы вы могли комфортно там перемещаться, смотреть и так далее. У нас планируются также новые пакеты. Еще сегодня и завтра важные дни, когда можно пополнить и себе зафиксировать какие-то пакеты в рассрочку, сделайте это, помогите своим коллегам и так далее. Все остальные пункты вы уже знаете, мы их повторяем постоянно. Я думаю, здесь вопросов нет. Даты планируемых конференций на июнь, июль, август. На сегодняшний момент практически все уже на июль и август. Сейчас дали мне свои графики. Есть даже у нас турне по России. Есть графики по региональным конференциям в Европе также. Коллеги, кто еще не прислал, пожалуйста, почту мою все знаете. Присылайте эти даты. Мы сейчас формируем уже следующее расписание наших конференций. Практически вот сейчас июнь – это переходный этап. И, конечно, для конференции требуется время, чтобы ее подготовить. Поэтому июнь, июль, август готовьтесь на такой рейд, мощный рейд конференций. И организуйте все свои мероприятия на должном уровне. Здесь все региональные лидеры. Кому-то, если нужна помощь и как это делается, что, можете обращаться, конечно. Но я надеюсь, вы сами знаете, как арендовать залы, как все это арендовать. Мы уже неоднократно говорили, что это ваш собственный бизнес. Это ваши собственные регионы, ваши команды, ваша ответственность, ваша организация. Именно по этой причине оплачивается дополнительный бонус на эти мероприятия. Организуйте, покажите в действии, что вы можете и так далее. Был вопрос. Неоднократно задавался. Пожалуйста, пришлите мне базу данных Севастополя. Пришлите мне базу данных для Алматы и так далее. Коллеги, я сразу говорю, никаких баз данных мы не высылаем. Это запрещено. Это нарушение. И единственное, что мы можем сделать, это сделать дополнительные рассылки по вашим регионам. Там, где планируется мероприятие, либо конференция, сделать дополнительные рассылки. Одну-две рассылки для того, чтобы ваши люди увидели это. Но ваша работа как организатора, как лидера региона заключается, чтобы собрать этих людей, обзвонить у вас. Те люди, которые приходят, вы ведете, как-то их регистрируете, напоминаете и так далее. Сейчас мы еще поговорим, кто такой региональный лидер, чтобы было для всех единое понимание. Значит, новый график этапов проекта, новый инструмент для работы в личном кабинете. Мы останавливаться не будем сейчас на этом моменте. На следующей неделе будет личный кабинет. Самостоятельно, пожалуйста, изучите все вопросы, можете задавать техподдержку. На сегодня у нас 71 страна, и это будет еще увеличиваться по тем шагам, по тем сейчас направлениям, то, что сейчас ведутся очень многие переговоры с региональными лидерами. Наши лидеры приглашают следующих лидеров по системе дубликации. То есть мы растем, растут объемы. И наш планируемый объем на июнь, мы ставим миллион пятьсот, коллеги, но вообще мы в голове уже держим следующие цифры, мы уже нацеливаемся на три миллиона. И давайте мы уже будем все вместе настраиваться на это, потому что нам нужно буквально в кратчайшие сроки, в те сроки этапов, которые есть, завершить все свои планы и строительство экотехнопарка и так далее. Давайте мы сейчас, один момент, поговорим вот о чем, очень важный момент. Так, сейчас один момент. Итак, новый этап. Вот, хотел бы сегодня конкретно еще раз проговорить о тех пунктах, которые сейчас будут добавлены к нашим соглашениям, ко всем, кто является региональными лидерами. Эти пункты будут прописаны и разосланы всем дополнительно к тем соглашениям, которые есть. Но вы знаете, коллеги, не все как-то понимают одинаково, не все, может быть, даже внимательно читают эти пункты, поэтому сегодня мы еще раз их проговорим, чтобы было понимание, да, кто такой вообще региональный лидер, что нужно делать, что это за организатор такой в регионе и за что оплачиваются бонусы. Поэтому, если можно сказать и назвать это требованиями, хотя у нас очень лояльные условия, я бы сказала, сотрудничество, так важно такому региональному лидеру понимать, за что оплачивается бонус. Бонус, как дополнительный маркетинговый бонус оплачивается людям, конкретно мы их называем региональные лидеры, не представители. Еще раз хочу сделать на этом акцент. Это несколько раз оговаривалось и также с Виктором Бабуриным и предупреждалось, что мы не называемся представителями. Сейчас очень тонкий этап, очень важный этап, когда просто очень много людей не понимают, кто такой представитель, берут на себя лишние полномочия, идут в ненужные абсолютно нам инстанции, заявляют о себе, либо нанимают людей на работу и делают непонятные вещи, берут на себя те полномочия, которые не нужно брать и так далее. Поэтому, коллеги, мы не представители, мы называемся региональными лидерами, которые делают дополнительную работу в регионе, а именно работают оффлайн, собирая людей, организовывая, курируя эти процессы, создавая команды и так далее. Сейчас прямо проговорим. Это не просто сидение в офисе и прием людей. Сейчас мы также об этом поговорим. Поэтому оплачивается за конкретные массовые мероприятия, которые вы проводите, как организатор, как спикер, как тот человек, который может организовать команду, которая может это делать совместно на территории, которую вы заявляете. Оффлайн. Естественно, с подключением, возможно, спикеров онлайн и совмещая это как-то, делая такой микс. Это уже на ваше усмотрение. Поэтому я надеюсь, с этим понятно. Коллеги, с этим понятно. В чат лидеров регионов сброшено согласование информации по уральскому циклу конференции. Значит, коллеги, сразу предупреждаю. Я несколько раз уже предупреждала. Ничего не сбрасывайте в чат. Пожалуйста, присылайте мне на почту. Все, что вы сбрасываете по расписанию в чат, либо в личку, я даже не буду рассматривать. Мы уже договариваемся. Пожалуйста, все на почту. Не нужно афишировать какими-то такими, знаете, всплесками свою работу. Это не нужно. Пожалуйста, делайте ответственно. Присылайте все на почту. В 4 пятерки собачка mail.ru. В мою почту вы все прекрасно знаете. И я прошу сейчас с общего чата удалить лишнюю информацию. И в чат на сегодняшний момент, я даже предупреждаю всех, не добавляйте лишних людей, которые не являются в вашей команде. Не нужно вести лишнюю переписку. В чате очень часто выставляются новостные информации для того, чтобы все своевременно могли ее прочитать. Я надеюсь, с этим понятно. Дальше мы идем по пунктам. То есть, я надеюсь, понятно, за что оплачивается бонус. Коллеги, пожалуйста, дайте обратную связь, чтобы я понимала, что вы это тоже, мы все понимаем это одинаково. Замечательно. Очень многие говорят, что я работаю онлайн, я работаю там, я работаю сям. Замечательно. Так как каждый из нас получает еще по основному маркетингу прекрасный основной бонус. Но бонус региональным лидерам оплачивается за проделанную работу оффлайн. Я надеюсь, с этим все понятно. Кто такой вообще региональный лидер? Это человек, который ответственный и может скоординировать разных людей в команду. Причем лидерский совет должен быть не менее трех человек. Сейчас мы это говорим о непосредственных региональных лидерах в странах. Тот, кто является в стране. И на новый этап, то есть буквально уже с первых числах июня, уже принято решение, что региональный лидер может быть лидером только в одной стране. Но он может находиться в лидерском совете, хоть еще в десяти странах, в десяти городах. Есть трех. Реально помогает там что-то делать. Поэтому, коллеги, я надеюсь, с этим также понятно. То есть вы работаете в какой-то стране, либо в городе. Почему мы говорим страны-города? Потому что страны Европы отличаются от стран, таких как Украина, таких как Белоруссия, Россия и так далее. То есть могу вам привести пример, что, например, Эстония, Латвия и Литва примерно приравниваются по территориально, по объему количеству людей к Санкт-Петербургу. Поэтому один город – это как три страны. Поэтому вы понимаете, да, у нас разные немножко объемы, разные регионы, разные направленности, разные менталитеты. Но тем не менее, сейчас мы рассматриваем страну, либо город, ту территорию, которая предполагает где-то примерно тысячу человек объема. Это та территория, которую действительно можно обслужить, которой можно действительно координировать, настроить эту работу. В лидерском совете может и больше быть людей. Но, коллеги, мы смотрим по результатам. В конце я вам их покажу тоже. Вы ознакомитесь и просто увидите наглядно, что один человек не может делать работу в регионе. Просто нет того эффекта, нет того результата. И, естественно, если человек просто или региональный лидер говорит, я сижу в офисе по четвергам, по понедельникам, например, принимаю людей. Это не работа. И от таких региональных лидеров мы просто будем, коллеги, расторгать соглашение, потому что нет эффекта. Будут приходить другие люди, которые умеют это делать, которые могут держать условно регион на подогреве постоянно. Да, это работа. Да, вам будут звонить очень много людей, координировать не только с ваших структур. Но тогда вы понимаете, берете вы такую дополнительную работу на себя или нет. И у нас нет такого желания сделать сейчас тысячу таких региональных лидеров. Делают только те, кто могут, но тогда они и получают эти бонусы. Соответственно, все бонусы распределяются внутри команды. Этот региональный бонус зачисляется в личный кабинет, и вы, как региональный лидер, уже распределяете внутри команды. Мне, коллеги, смотрите такой момент, также очень часто задается вопрос, сколько сделал объем, там мой человек в лидерском совете, я сейчас посмотрю, сколько сделал. Смотрите, кто реально делает и помогает вам осуществлять работу офлайн. Кто-то приглашает людей, кто-то очень хороший спикер на него приходит. Это совсем другая работа офлайн в вашем регионе дополнительная. Поэтому смотрите, кто активно проявляет в этом инициативу, тот и участвует в бонусном распределении. Я надеюсь, с этим также понятно, да? Лидерский совет, то есть какие требования еще к лидеру региона? Коллеги, до 27 числа один раз в месяц на мою почту, пожалуйста, прошу присылать на почту, еще раз повторяю, присылать. Ваш отчет за предыдущий месяц, то есть где проведена у вас конференция, условно дата проведена, там-то. Очень приветствуется, когда вы присылаете фотографии. Сразу хочу сказать, что не нужно целый ряд фотографий, мне присылают по 10, по 10 штук, по 20. Не нужно, пришлите одну, вот я специально просто вам показываю, вот-вот что-то, что у вас прошло. Это нужно для нас, для всех, так как мы будем делать дополнительный ролик, и не один. Вы понимаете, да, у нас есть плановая работа какая-то, сейчас накапливаются фотографии, лучше отбирается. И вы также заинтересованы о том, чтобы в таких информационных материалах на ютубе это крутилось, и у вас там было видно. Поэтому, коллеги, своевременно присылайте на почту расписание до 27 числа, что сделано и что вы планируете в следующем месяце. Не надо расписывать очень, буквально это три пункта. Сделано в предыдущем месяце столько, план на следующий месяц такой. Эти данные я отправляю дальше в финнадел, к Евгению Кудряшову, и естественно, все, кто присылает такие отчеты, сразу автоматически попадают в списки на выплаты бонусов. Это не контролирует только одна я или что-то придумываю, или какой-то другой человек. То есть это целая система, которая отслеживает действительно объемы работы, которая проводится дополнительно. На сегодняшний момент, я думаю, это не какие-то сверхусилия, сверхработы. Тот, кто это делает, садится и не 31, не 5 числа следующего месяца, до 27 числа. Раз вы заявляете, что вы лидер региона, значит вы умеете планировать свою работу на следующий месяц. А мы говорим, что мы планируем уже теперь на ближайшие 3 месяца. Поэтому, коллеги, до 27 числа, пожалуйста. Распределение бонусов в команде. Тоже постоянно, вот еще раз делаю акцент, задается вопрос, в какое процентное соотношение. Вы сами региональные лидеры. Я делаю это очень просто. Вся команда получает в равных долях, и все очень хорошо работают. Ваше личное усмотрение. Вы лучше знаете ситуации. Кто-то только начинает вам помогать. Кто-то уже работает и привлекает активно на ваши мероприятия людей, имеет мощные структуры и так далее. Пожалуйста, проявите свои лидерские способности. И помните один очень важный закон. Жадность порождает бедность. Поэтому, коллеги, вот такой момент. Я просто сейчас в чате, в скайпе несколько было вопросов. Буквально даже в течение этих двух дней. Как правильно распределять? Ваша личная ответственность. Вы знаете закон, чем больше отдаю, тем больше получаю. Это первый момент. И понимание того, я думаю, каждого лидера, что основным бонусом является основной маркетинг. Каждый из нас, кто является региональным лидером, понимает, что нам важно, чтобы наши структуры работали стабильно, мощно и были все довольны. Это самый основной доход. То, что оплачивается как региональный бонус, это, естественно, выплачивается для того, чтобы оплачивать конференц-залы, для того, чтобы как-то мотивировать людей, которые способствуют организации и приводу людей и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, вы сами понимаете, как лучше это делать. Следующий очень важный момент – личное привлечение лидеров других регионов стран. На сегодняшний момент я уже обозначила, что у нас 71 страна, где есть наши инвесторы и партнеры, но только 12 стран, в которых сейчас мы официально работаем. Я говорю про стран, да, я не говорю про города, мы говорим сейчас про страны. Я не говорю уже о городах, потому что городов просто какое-то бесконечное количество. Поэтому вы можете, и я надеюсь, вы это делаете, очень многие уже это делают, привлекают партнеров, ключевых людей, сетевиков, привлекают людей, которые могут в других городах, в других регионах организовывать такую же работу офлайн. И за привлечение таких людей вы также получаете еще один дополнительный бонус в течение трех месяцев. Не пожитненно, коллеги, понимаете, да? Давайте просто разберем, как пример. Например, вы работаете в Молдавии, как пример, да? И у вас есть какой-то прекрасный лидер в структуре, либо коллега, либо знакомый, который тоже мог бы осуществить такую работу, с которым вы на тесной связи, вы можете помочь, вам комфортно работать вместе. Например, такой в Бельгии человек у вас появился, в России в каком-то городе, еще где-то в Рюпинске, в Гондурасе, неважно где. Естественно, вы будете выезжать, вы будете сотрудничать с этим человеком, вы будете ему помогать, офлайн также, да, работать с его командой. И в течение трех месяцев вы будете получать 50% от того бонуса, который будет получать этот вновь открывшийся регион. Я надеюсь, с этим также понятно, коллеги. Дайте обратную связь, чтобы было понятно. Спасибо. Коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь, понятно ли относительно пятого пункта. Все замечательно. Здесь был вопрос, как определяется размер бонуса. Сразу мы уже об этом неоднократно говорили, сейчас я только повторю, для тех, кто вновь прибывший. Любого объема, который делается на территории, на которой вы работаете, сразу оплачивается 2%. До 15 тысяч. С 15 тысяч долларов до 25 тысяч 3%. Из 25 тысяч оплачивается 4,5%. 4,5% на сегодняшний момент это тот максимальный процент, который оплачивается далее с любого объема. 100, 150 тысяч, 200, хоть 300. Такие объемы нам сейчас регионы дадут, и я надеюсь, вы сейчас это увидите. Коллеги, есть ли сейчас вопросы по тем пунктам, которые вы видите перед глазами? Я надеюсь, это все несложно. Есть ли вопросы? Можно повторить по пятому пункту. Личное привлечение лидеров других регионов. Если вы условно открываете какой-то другой регион, и вы работаете, сотрудничаете, также помогаете открыть этот регион, то есть наладить там работу, организовать лидерский совет, скоординировать все графики и так далее. Соединить этого человека, то есть, естественно, этот лидер также должен будет присылать расписание и так далее, все, что нужно. Один раз в месяц, я еще раз повторяю, да, не нужно каждый день мне писать, просто по 500, по 600 писем приходит с одними и теми же вопросами. Коллеги, это ваша ответственность. Расскажите все условия, вы их знаете, они очень простые. Два раза в месяц провести мероприятие, назначить ответственных, то есть координировать этот процесс. Поэтому все просто. Елена, понятно ли вам, что нужно делать по пятому пункту, если вы открываете регион? Елена, вы просто обозначите, кто вы, с какой страны, являетесь ли вы лидером, либо вы новый человек, который задает этот вопрос? Непонятно. Понятно, да? Хорошо. Ну, если что-то непонятное или бывают какие-то разные бывают ситуации, коллеги, поэтому, ну, вы тогда в личку обращайтесь, мы просто выходим на связь и еще раз проговариваем условия для новых ваших лидеров, которые работают. Смотрите на инициативных людей. Коллеги, вот посмотрите, самая крайняя колоночка, вы видите, да, первый Григорий Михайлович у нас, вот самая крайняя колоночка, которая стоит от фамилии. Это общий объем, сделанный в городе, либо регионе. Единственное, который сюда пункт просто не вместился, я озвучу, это Германия. И Германия на сегодняшний момент за май сделала объем 78 тысяч. Владимир Маслов, я вижу, здесь тоже видела на площадке. Просто здесь вот единственное нет, вот Германия, она осталась немножко там внизу. Не поместилась в таблицу, вернее, не в таблицу, а в картиночку. Коллеги, как вам результаты? Я хотела бы очень отметить наших лидеров, которые работают очень серьезно и хотела бы наглядно, почему я вам показываю эти результаты, чтобы вы посмотрели, как работают действительно лидеры в Венгрии, в Польше, в Словакии, в Латвии, в Эстонии. Я уже говорила, да, в Литва, Латвия. Замечательно. Григорий Михайлович, прекрасный результат просто. Санкт-Петербург тоже подтягивается. Москва. Руслан Багиров, Наталья Гаитова. Смотрите, результаты сейчас уже начинают у нас у всех. Сейчас объемы растут абсолютно у всех. Но, коллеги, просто посмотрите, какие результаты могут быть у вас. Вот я смотрю Анапа, 2600. Уже третий, четвертый или пятый месяц те же самые результаты. Коллеги, либо вы включаетесь в работу, либо мы просто будем заменять на действительно лидеров, которые делают эту работу. Никто никого не заставляет. Кто умеет, тот и делает, тот и подключается. Не умеете, учитесь. У нас действительно дополнительно такое количество инструментов, материалов. Просто организуйте эту. Или ищите в своей команде тех людей, которые умеют это делать. Коллеги, ну дайте обратную связь. Давайте мы все друг другу поздравим. Но у нас же суперрезультаты, правда? Миллион триста, это же просто класс. Я понимаю, сейчас все замерли, ищут город, свою страну. Но что у нас в Финляндии? На Финляндии пока там больших результатов, Владимир, нет. Я просто сброшу тогда эту информацию отдельно. Сейчас вот в Германии, в Финляндии там небольшие результаты, там в пределах где-то тысячи-двух тысяч. Я не случайно показываю сейчас эти объемы. Все эти таблицы есть у Евгения Кудряшова, который зачисляет вам бонусы в личные кабинеты. Коллеги, если по вашей стране что-то непонятно, например, вот в прошлый раз город перепутали со страной или что-то, ну понимаете, это делают люди, и Финодел, то есть, как всегда, тоже очень занятые, вы можете просто Евгению Кудряшову напрямую тогда написать, переуточнить свой объем. Целью показа сейчас этих объемов является только то, чтобы вы видели, какие можно делать результаты в своих странах и регионах. И те страны, которые вы сейчас видите, объемы 100 тысяч и более, даже 200, вот, Словакия, давайте отдельно просто поаплодируем, потому что шикарнейший результат, просто прекрасный результат. Коллеги, в каждой стране живут тоже люди, абсолютно такие же люди. Поэтому в вашей стране, в вашем регионе можно делать Алмата, количество точно такое же, как в той же Венгрии. Москва, это вообще, как все, наверное, европейские страны вместе взятые. Можно делать это и в российских городах, но просто это надо брать и физически делать. Поэтому я надеюсь, что у нас в июне месяце, в июле и так далее объемы будут расти. И все остальные региональные лидеры подтягиваются. И вновь прибывших, для вновь прибывших, я думаю, это наглядно и показательно. Коллеги, значит, на сегодняшний момент у нас какие самые важные акценты? У нас уже буквально 15-го числа я уже буду на Кипре, я буду встречать команду, которая прилетает 20-го числа. Естественно, многие организационные моменты. Наша следующая планерка будет, как обычно, если не получится выйти в эфир, потому что, как вы знаете, южные страны непредсказуемы в плане интернет. Тогда обязательно, как всегда, будет информация в чате региональных лидеров. Как я всегда прошу, не заставлять там перепиской, потому что новости должны все видеть своевременно. Давайте сейчас обратную связь по вопросам работы, по, может быть, графику. Что сейчас еще не ясно кому-то, непонятно. И мы сегодня будем завершать нашу встречу. У нас много работы, сегодня и завтра очень активные дни, поэтому мы время высвобождаем для этого, чтобы помочь всем нашим командам дозавершить этап, дооформить все, как положено, и работаем дальше. Уже с новыми людьми, привлекая новые команды, новые страны и города. Коллеги, вопросы? Да, молодцы, Чехи, Словакии, Венгрии, Литва. Просто вот, ребята, супер, вы молодцы. Да, Латвия, Литва и даже Эстония. Эстония все молодцы. Все постарались. На самом деле все молодцы. Все стараются. И есть на кого равняться. Есть у кого поучиться. И в следующий раз мы будем приглашать таких лидеров тоже для обмена опытов. Я знаю, что все эти лидеры будут у нас сейчас на Кипре. Мы обязательно проведем очень хороший тренинг мотивационный. Обменяемся опытом. Приедем с новым импульсом работы и сотрудничества. Кроме эмоций сейчас. И есть ли еще вопросы, коллеги? Всем ли все понятны условия? И тогда мы просто идем работать дальше. Когда будет доформирована страница партнеров? Значит, коллеги, что значит доформирована страница партнеров? По мере поступления новых региональных лидеров работы мы отправляем туда фотографии, ваши данные. Если вы сотрудничаете и работаете, значит ваши данные уже есть на странице. Я сама не ставлю это на страницу. Естественно, по мере поступления, как вы присылаете мне данные, я отправляю уже в технический отдел. Это ставится в график и, соответственно, в течение нескольких дней выставляется на сайте. Следующему. Как считаются инвестиции за месяц по региону? Алексей. Что значит, как считаются инвестиции за месяц по региону? Весь объем, который сделал регион, весь объем, который сделал регион, с него, значит, я только что сейчас проговорила, сразу оплачивается 2% от всего объема, от всего объема, если этот объем до 15 тысяч долларов. Если этот объем с 15 до 25 тысяч, это 3%. Мы только что это проговаривали. Если объем с 25 тысяч долларов, то есть 26, 27 и так далее, там идет, даже 25,5, то процент 4,5%. Как считаются инвестиции по региону? С 1 по 30 абсолютно правильно. Если есть 31, значит 31 включительно, то есть полный объем месяца. по конкретной региональной ветке. Нет, не по региональной ветке, не по маркетингу, по региону. Каждый человек, который у нас регистрируется, заходит, то есть, коллеги, это не по ветке вашей структуры. Это абсолютно все структуры, которые работают на этой территории. То есть, все инвесторы, которые оплачивают на территории, например, Молдавии, как мы пример сегодня рассматривали, все инвесторы, которые оплачивают, все структуры, которые оплачивают, потому что каждый инвестор, естественно, в своем профиле отмечает страну и город. Поэтому делается в конце месяца выгрузка по этой стране, либо по городу. всех инвесторов и всех партнеров и так далее. Все пакеты оплачены, то есть, полный объем. И, соответственно, от этого объема получает региональный лидер. Так, по конкретной. Можно показать название графа. Что такое? Какие графы? Это понятно. В Киргизии есть мероприятие, кто лидер. В Киргизии у нас сейчас нет лидера, коллеги. Вы можете им стать или найти там такого регионального лидера. Сейчас всех региональных лидеров вы видите здесь. Поэтому я извинилась, что здесь нет еще Владимира Маслова, просто не поместилась в графу. Поэтому я еще раз об этом говорю о Германии. Германия, Финляндия, да. Дальше. Разве не по прописке? Вот, коллеги, очень хороший вопрос. Я также его задавала Евгению Кудряшову. Вы все знаете, чтобы не было путаницы. При регистрации в профиле пишется страна-город. Но есть еще регистрация, когда мы оформляем сертификат. Например, я вам озвучиваю свой пример. Я при регистрации обозначаю Эстонию, я работаю в Эстонии, то есть у меня там стоят эстонские мои координаты. Но реально я проживаю на сегодняшний момент в Санкт-Петербурге и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Поэтому сертификаты я свои личные оформляю по регистрации Санкт-Петербурга. Но мои данные стоят в профиле по Эстонии. Соответственно, объем, сделанный мной лично, идет в Эстонию. То есть не по оформленному сертификату, а те данные, которые стоят у инвесторов, у ваших инвесторов и у вас лично в вашем профиле. Поэтому проверьте, пожалуйста, чтобы не было путаницы. Вчера в чате писали, что поздравляете лидер из Киргизии. Киргизстан. Коллеги, я могла, может быть, я ошиблась. Кыргызстан и Киргизия это то же самое? Кыргызстан и проходят мероприятия. Да, абсолютно правильно. Кыргызстан или Кыргызстан. Как правильно? Кыргызстан. Да, вот я сейчас, Алексей, мне уже пометил. Значит, это моя ошибка, коллеги. Показанный график это январь-май. Коллеги, мы сейчас, да, это график тех объемов, которые были сделаны, но мы сейчас говорим за май. Вы можете сами посмотреть свою работу проделанную. Да, 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 коллеги. Вот сейчас инета, инета, коллеги, регистрация на планерку лидеров обязательно городом, страной. Да, было бы замечательно. Алексей, да, ну вот у нас уже активный, активный Алексей появился. Покажите верхнюю часть таблицы. Коллеги, это вся таблица, никакой верхней части таблицы нет. Вот начало, начало с России, Григорий Михайлович. теперь коллеги, тогда просьба ко всем. Сейчас, если я вижу здесь имя, инета, тебя благодарю. Если вы пишете какой-то вопрос, например, Марина, страна, город, региональный лидер или кто вы являетесь, почему вы здесь на площадке, тогда будет понятно, почему вы задаете этот вопрос. Я думала, расчеты идут по прописке. У меня многие живут и работают в Москве, а прописаны в Калмике. Так они уйдут. Коллеги, вот еще раз, очень многие путают два разных направления. По основному маркетингу мы каждый получаем от своих структур вне зависимости, в какой стране они проживают. И это основной наш бонус. Мы говорим про другую работу, которую вы проделываете в регионе офлайн. И все, кто проживает в этом регионе, так как вам будут звонить с разных структур и звонят, и работают, и вы обязаны им помочь, обслужить и так далее. Поэтому все, кто зарегистрирован, прописан именно в этой стране, в которой вы проводите офлайн мероприятия, попадают тогда в сетку на выплату, попадают в этот объем. С этим понятно? Дайте обратную связь, пожалуйста. Да, понятно. Все, тогда вопросов больше нет. Или есть вопросы, мы отвечаем, и сегодня уже будем завершать нашу встречу. Все остальное в рабочем порядке. Так, я вижу плюсик, больше вопросов нет. Еще один-два вопроса, чтобы дозавершить, и мы будем, коллеги, сегодня тогда завершать встречу. Так, вопросов нет. Если вопросов нет, тогда все остальные вопросы, связанные с выплатом бонусов, я еще раз напоминаю, что у нас где-то с 5 по 10 число формируются все списки, все данные, и уже финнадел до 10 числа, как правило, делает зачисление бонусов. Если вы не согласны со своими данными и знаете, что у вас, возможно, они другие, вы можете напрямую обратиться тогда к Кудряшову Евгению. Так как он занимается лично выгрузкой этих данных, мне эти данные также предоставляются Евгением Кудряшовым. Поэтому вы можете напрямую переуточнить цифру данных, он тут же это проверяет, согласовывает, и тогда вы можете это как бы там переуточнить. То есть мне писать по поводу цифры не нужно, потому что я не имею доступа, мне присылаются готовые цифры. Все понятно. Как могут с вами связаться на Кипре? Что значит как могут со мной связаться на Кипре? Коллеги, я точно так же остаюсь на связи в Скайп, поэтому единственное время перелетов, и это не важно на Кипре либо в какой-то другой стране, так как я часто езжу в Эстонии, в других городах, вы пишите как обычно в Скайпе либо на почту, я отвечаю по мере того, как я нахожусь на связи. Так, ну тогда правильно задавайте вопрос с нами связаться, вы точно так же даете мой Скайп, обычно в рабочем порядке. Вы даете Скайп, вы можете уже сейчас связать с этим человеком, чтобы мы могли предварительно связаться и спланировать мое время. Коллеги, чтобы было понятно, мы не только едем отдыхать, я в частности, то есть это работа, это переговоры с партнером, это использование того время в личном контакте, когда мы можем спланировать следующие шаги работы и так далее, и так далее. У нас планируется также рабочий день 21 числа, когда мы обмениваемся опытом, у нас будет мощный мотивационный тренинг и так далее, и так далее. И естественно каждый день мы тоже встречаемся не просто так, мы не просто там отдыхаем и загораем, мы общаемся и работаем так же. Поэтому у нас тоже есть свои планы и тогда нам нужно понимать, с кем мы будем дополнительно встречаться там, присылать партнеров, и естественно если у нас это время уже запланировано какое-то другое мероприятие, тогда человек просто не попадает на встречу условно. обязательно адрес опубликуем и на это спасибо. Коллеги, тогда если вопросов больше нет, мы будем завершать. Я надеюсь все понятно, кому непонятно обращайтесь и коллеги я надеюсь наглядно каждый увидел кому нужно подтянуться. Если мы не наблюдаем тенденцию роста движения, например, как вы видите город Саки либо какой-то другой город, я сейчас не буду никого тыкать показывать пальцем, я очень уважительно отношусь ко всем, поэтому вы сами видите все ваши результаты, все ваши шаги, планы и так далее. Либо мы с вами расстаемся, либо мы очень активируемся и идем дальше вместе. Я очень благодарю всех вас за сотрудничество, за работу, вы все большие, мы все большие молодцы и удастся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...